Это специальные гранаты были, которые не кидали, а устанавливали. Дети не скрывали любопытства, задавали массу вопросов и, конечно, все старались запечатлеть на камеры мобильных телефонов. Такое не каждый день увидишь. Все эти снаряды, боеприпасы времен Великой Отечественной. Есть и советские, и немецкие. Все найдены в окрестностях Сочи. Уже в 42-м немцы подступили близко к курорту. На горных перевалах шли бои. Боеприпасы находят и по сей день. В разминировании трофеев времен войны лично участвует инженер-сапер ОМОНа Олег Фролов, за что был не раз удостоен наград. С гор выносят речками. В основном это, конечно, ручные гранаты, какие-то стрелковые боеприпасы, именно метные мины. Периодически обстрелы проходили. Немцы тоже подходили из подводных лодок и с авиации, отстреливались. Некоторые снаряды не разорвались. Ну, по сей день, эхо войны. А это уже современное вооружение. Винтовки, пулеметы, автоматы, гранатометы. Все это сегодня стоит на вооружении сочинского ОМОНа. А вот так выглядит амбуднирование бойцов отряда особого назначения. Кстати, весит такой комплект больше 15 килограммов. О каждом из видов оружия школьникам подробно рассказали. После ружья и винтовки можно было рассмотреть поближе и даже потрогать. Дети остались в восторге. Много пистолетов узнал. Я еще такие, я татометы не видел. Не снялась разбирать оружие. Пистолеты новые узнали. Боеприпасы увидели новые. Чтобы узнали много чего, то, что не знали. Разрешили ребятам изобраться внутрь бронемашин БТР и Тигр. Дети тут же облепили военную технику. В ОМОНе говорят, такие экскурсии с обязательной демонстрацией вооружения крайне важны. Поэтому уроки мужества здесь проходят часто. Мы всегда рады видеть в нашем подразделении гостей. И считаем, что уроки мужества помогут ребятам сделать правильный выбор, определиться в жизни и стать настоящими патриотами нашей Родины. До праздника победы свои двери для юных патриотов здесь откроют еще не раз. А в майские праздники силы и средства бойцы отряда особого назначения продемонстрируют для всех сочинцев на одной из городских площадок. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.